Давайте сразу не будем тянуть резину. Сделаем второй проливчик и перейдем к шенам от Пуэйн, которая у нас есть. Шена Пуэйн тоже песня отдельная, они сравнимы с шенами от Мэнку, сравнимы с чентаевскими шенами, но, честно говоря, больше не нравится шу Пуэйн. Итак, настойчик такой вот цвета, не очень черный точно. На самом деле цвет такого старого Пуэйра не очень темный, но и не светлый. Да, Пуэйрчик, выше всяких похвал, очень вкусный. Для всех, кто любит Пуэйн, для всех, кто любит старый Пуэйн, для тех, кто хочет попробовать старый Пуэйн и сравнить, например, с молодыми, рекомендую юнья и хао. То, что нужно. Блинчик 400 граммов будет доступен в разлом. И переходим мы к шенпуэр. Шенпуэрчик, родной город. Пуэньский шенпуэр 2006 года. Я его раньше пробовал. Пробовал его в году, наверное, в семнадцатом или около того, может быть, в шестнадцатом. Наверное, год был примерно такой же. Вот. И он был ярко сухофруктовый. Мне он очень тоже понравился. Теперь чаек выдержался. Плюс еще получилось сколько лет? Пять. И он стал таким ореховым. Не сказал бы, что мне нравится такое изменение. Мне больше все-таки нравится шенпуэр с сухофруктами. Но, тем не менее, те, кто любит Пуэйнские шены, старые шены с орехами, ядреные, как я уже говорил, с старой кожаной мебелью, как некоторые любят выражаться в чайных публиках, с старым солдатским ремнем. Вот такое вот, что аж за ушами трещит шенпуэр. Для любителей таких шенпуэров, пожалуйста, родной город Сотпуэр. Оно самое. Выпьем еще оливчик. Подержали чуть подольше, чтобы посмотреть, будет нефть или нет. Ну, такой прямо ярко выраженной нефти нет. Нефти не получится из него. Она, собственно говоря, и не нужна. Вкус видной бочки, вишневой косточки. Отличный шум. Я прям в восторге от него. Рекомендую наставить его. Итак, и последний шенпуэр у нас от фабрики Пуэйн. Мы его разыгрывали 100 граммов викторини ВКонтакте. И, думаю, это видео уже будет готово к окончании этой викторини. Это фиолетовый шенпуэр от Пуэнь Цзи Дюань Бим. Этот шенпуэр у нас когда-то был в ассортименте в самом начале нашего магазинчика. Была такая категория чаечков, как правило, шенпуэров из личной коллекции. Вот этот вот шенпуэр был личной коллекцией. Так как поначалу все было скромно в магазине. И шенпуэры такого уровня, такой цены были неподъемными для нашего магазина. Теперь они снова у нас появились. Они появились в ассортименте. В целом, я думаю, будем ломать и в целом продавать 400 грамм блинчик. Блинчик очень интересный. Действительно с фиолетовым оттенком, с фиолетовым настоем. Говорят, что там какие-то цветы, не цветы. Во вкусе тоже так же он очень интересен. Он такой подкопченого цвета. Такой он черненький. Но это шенпуэр. И когда вы его попробуете, поймете, что это шенпуэр. С очень интересным вкусом. Я больше таких, по крайней мере, не пробовал. Только от фабрики Пуэнь. Только вот этот единственный блинчик. Так что рекомендую попробовать те, кто еще не пробовал. Возможно, он станет одним из ваших любимчиков. Очень необычный вкус. Очень необычное состояние. Он не старый. 2018 года. Фиолетовый шен от Пуэнь. Выпьем последний шнока оливчик. Подытожим. Вот такой вот у нас целый ряд Пуэр от Пуэнь появился. Я надеюсь, что эти Пуэрчики у нас были теперь в наличии практически всегда. Пуэрчики отличные. Пуэрчики на любой вкус, на любой кошелек. Рекомендую настоятельно. В принципе, плохих от фабрики Пуэров я и не встречал по большому счету. Есть плюс-минус слабые. Но они, тем не менее, неплохие. Они просто классические. И такие Пуэрчики, как Юния и Хао, это действительно находка. Это действительно нужно пробовать и оценивать на свой личный вкус. Очень крутой. Очень крутой Пуэр. Не нахвалю его силам. Спрашивали про эти ножички, которые у меня сейчас кровопила. Напишите, пожалуйста, в комментариях на Ютубе, какие блинчики от Пуэра вам особенно зашли и почему. И за самый лучший комментарий в следующем заказе у вас будет вот такой вот нож для Кулки Пуэра. Если у вас еще нет Кулокон, пишите в комментариях. За комментариями я слежу, по возможности отвечаю. Подписывайтесь, конечно, на канал. Ставьте лайки и чайник напитал.